Добрый день, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Пятница обещает быть очень жаркой, потому что сегодня сразу же на встрече крупнейших, крупнейших экономистов, даже не знаю, как еще назвать, в Джексон Холле будут выступать Джаред Еллен и председатель Европейского центрального банка Марио Драги. Не мне вам объяснять, друзья, каким последствиям могут привести определенного рода комментарии по перспективам денежно-кредитных политик. Если вы внимательно следите за фундаментальным фоном, вы и без меня знаете, что будут значить для того же самого евро, опять же, прямые сноски со стороны Драги о том, будет ли свернута программа количественного смягчения, либо все-таки все еще будет актуально на протяжении, скажем, предстоящих полгода или даже больше. То же самое мы сейчас можем говорить по поводу влияния на доллар председателя уже Федеральной резервной системы, Центрального банка Соединенных Штатов Америки, и, соответственно, Джанет Еллена. Она, безусловно, будет говорить о перспективах роста процентных ставок, но, скорее всего, поскольку повышение ставок – это то, что возможно случиться только ближе к концу 2017 года, трейдеры сейчас попробуют сфокусироваться на том, что уже совсем близко. Настолько близко, что буквально через неделю мы уже будем в самом настоящем ожидании того, пойдет ли ФРС на сокращение баланса, которое было обещано, и которое вот прям белой нитью тянется во всех тех комментариях в той риторике, озвученной со стороны представителей американского регулятора. Поэтому, друзья, сегодня мы начинаем буквально с 17.00. Может быть, даже раньше, все зависит от того, насколько рынок будет нервничать уже перед выступлениями и Джанет Еллен, и, собственно, Марио Драги. 17.00 выступление Джанет Еллен, и уже под закрытие торговой сессии в 22.00 будет вещать Драги. Конечно же, очень трудно четко настроиться на то, какое мы увидим движение по евро. Но если все-таки вернуться к фундаменту, к обоснованным факторам того, не говорить о том, что сейчас есть тот фон, который может стать причиной роста евро из-за того, что мы видим полученный спрос на защитные активы, из-за актуальных геополитических рисков. Не говорить о том, что рынок настолько похитрел в последнее время, что умудряется, опять же, опрокидывать трейдеров даже в краткосрочной перспективе. Будем говорить о том, какие все-таки решения могут и должны приниматься в соответствии с текущей реальной экономической конъюнтурой и картиной. И надеяться, что реакция активов будет соответствующая. То есть по евро сегодня я закладываюсь под то, что мы сможем увидеть ослабление главного валютного риска, что касается доллара. Мы сможем получить мощный импульс для того, чтобы американская валюта окрепла и показала, почему именно этот актив сохраняет свои лидерские качества вдоль всего широкого рынка. Сегодня я ожидаю серьезной, конечно же, волатильности. Но прежде всего, друзья, я крайне рекомендую вам, даже, может быть, более, нежели чем всегда, сегодня с особой адекватностью, что ли, отнестись к контролю риск-менеджмента, к правилам управления капитала. И сегодня уж точно не забывать про то, насколько негативными могут возникнуть последствия, если злоупотребить с рисками и, скажем, несколько переоценить верность собственного прогноза по тому иному движению. Потому что даже если рынок к концу такого сессии, будем надеяться на это, определится уже с дальнейшим вектором движения, прежде чем это произойдет, настроения могут измениться несколько раз. И мы сможем увидеть серьезное движение, может быть, на фигуру, в обе стороны за очень короткий промежуток времени. К этому нужно быть готовым. Но прежде всего, также рассчитывая на рост волатильности, вы должны понимать, что рынку придется все-таки определиться с направлением. И я советую сегодня не метаться, скажем, из стороны в сторону, реагируя на каждую фруктацию, каждое движение, которое будет наблюдаться на финансовых площадках. Ладно, по евро мы поговорим, безусловно. Давайте немного, пару слов буквально, чтобы больше оставить на европейскую валюту и доллар, а про нефть. Клоу вчерашнего дня 51.78, сейчас инструмент снова выше отметки 52. 52.02, правда, это символичное значение. Я бы не говорил о том, что рынок претендует на то, чтобы закрыть. А рынок нефти эту неделю выше этого уровня. Есть по-прежнему сигналы, благодаря которым мы можем отыгрывать прежние коррекционные ралли. Вчера мы очень сильно просели, несмотря на то, что очень многие сделали акцент на ураган Харви, который бушует на Сиханском заливе. И, конечно же, я признаю, в этом есть даже огромная доля смысла, говорить о том, что такого рода стихийные бедствия, тропические штормы, они в конечном счете, конечно же, блокируют работу ряда буровых. И это сказывается на объемах, собственно, отгрузки, на поставках и, собственно, активности тех некийных платформ, которые работают на Сиханском заливе. Но согласитесь, что нужно все-таки корректировать этот фундамент и оценку ожиданий на основании того, что показывает у нас сама динамика нефтяного актива. Мы вчера не выросли. То есть рынок не так уж и переживает, собственно, за то, что ураган Харви приведет к срыву поставок. Ну, я могу предположить, с чем это было связано. Вероятно то, что при всем уважении к мощности и к бальности этого, скажем, природного катаклизма, вряд ли он станет для причины остановки и блокирования работы больше, чем 10% производственных мощностей. То есть под угрозой максимум могут оказаться 150 тысяч баррелей по производству в сутки. И также Мессиканский залив и, в принципе, платформа, которая действует там, я думаю, что не будет ошибки, если мы скажем, что всего лишь 15% от всего объема добычи, который добывается в Соединенных Штатах Америки. Вроде бы как и весомая доля, но и не такая уж и весомая в общей картине, чтобы говорить о том, что котировки нефти просто обязаны сейчас расти до немыслимых уровней, потому что что в Мессиканском заливе? Локальные факторы присутствуют. Мы с ними работаем. Но плюс ко всему я все-таки стараюсь снова вывести на, скажем, вершину нашего фундаментального анализа основные факторы, основания которых, простите за тавтологию, мы ставим на ослабление цен на нефть. Это крайне высокий объем нефтедобычи в Штатах. Только за последние две недели прирост составил 100 тысяч баррелей. На текущий момент добывается уже 9,52 миллиона. И мы ждем, ориентируемся на планку в 10 миллионов баррелей в сутки. Мы помним и прогнозы администрации аналитической информации, что на сентябрь тоже планы будут с ростом. Сентябрь станет 9-м месяцем неуклонного прироста по нефтедобыче в Штатах. В Соединенных Штатах Америки продолжают свою экспансию на глобальном рынке, замещая нишу, опять же, которая выставилась после того, как участники ОПЕК снизили доли добычи. Сейчас есть и позиция, о которой я вам говорил, что в ноябре и вовсе могут уже выйти из этого соглашения, фактически обрекая котировки нефти на самостоятельное балансирование и достижение какого-то подобия равновесия между способами предложения. Но это будет настолько затянутый и муторный процесс, что мы сможем переписать с вами многомесячные минимумы еще много и много раз. Сейчас рынок зажат в узком диапазоне ценовом. Нуждаются, конечно же, в топливе, как и всегда. Рынку нефти тоже нужно по фундаменту что-то кушать, конечно же, чтобы выйти за пределы этого коридора. Но, наверное, здесь мы можем смело ставить на то, что сторонников продажи все больше и больше. Эти сторонники отталкиваются от фундамента, который обрастает мощью силы и ждет своего момента X, когда сказать, что в нефти пора уже стоить ниже 50 долларов за баррель. Надеюсь, что в этот момент, когда это случится, вы будете в верном направлении, в правильной сделке и будете ждать, когда профит достигнет того уровня, когда вы со спокойной душой и с прекрасным настроением просто придете к фиксации сделок. Сегодня у нас статистика Baker Hughes будет размывать фундаменты и волатильность валютного рынка Baker Hughes по количеству нижних терминалов. В прошлый раз, на прошлой неделе у нас было минус, по-моему, 4 или 5 штук по количеству это повлияло на рост активов. Сегодня реакция рынка тоже может зависеть от, собственно, тех цифр, которые мы увидим. Ну и параллельно еще на них будет влиять и доллар. Если все пойдет в соответствии с нашим раскладом и Джанат Кирин парад от американца, рост американской валюты приведет к закрытию крайне неудачному для рынка черного золота то на следующей неделе уже вернемся к старому доброму фундаменту, будем снова ждать статистику по запасам, спекулировать на ней и снова, скажем, переактуализировать наши с вами цели, которые 100% не изменятся. Ставим на то, что нефть будет снижаться. 59,15 доллар-рубль. День тоже очень важный для российской валюты, поскольку нефть может показать очень интенсивное движение, особенно после факта вчерашнего ослабления. Еще одно доказательство того, что за короткий промежуток времени нефть может демонстрировать довольно большой диапазон дневной проторговки. Важно то, чтобы эта проторговка постепенно смещалась вниз, об этом уже поговорили, поэтому порублю, чтобы снова, скажем, не обсуждать то, что вам и без меня известно. Закрывается налоговый период, со следующей недели нету поддержки уже через спрос со стороны экспортеров на российскую ликвидность. Смотрим на доллар, смотрим на нефть и ждем 60 как минимум. Европейская валюта против доллара. Изначально мы с вами говорили о том, что евро, доллар демонстрируют очень высокие показатели такого настроенического фактора влияния на собственные ценовые позиции, потому что европейская валюта переживает, что драги может наломать дров, конечно же, собственно, так же, как и успокоить определенную когорту трейдеров, тех трейдеров, которые ставят все-таки на потенциальную слабость главного валютного риска. Именно конференции драги, даже если осмотреть содержание экономического календаря, прямо во всей торговой сессии видно то, что выступления драги в 22.00 по московскому времени отводят самую главную роль сегодняшнего торгового дня сессии. И считают то, что драги выступит тем самым катализатором для столь долгожданной волатильности, которую мы ждем по евро. Очень долго уже там диапазон хода нескольких десятков пунктов, особенно сильно разница, когда мы делали по фигуре за день, это было несколько недель назад. Сейчас, конечно же, уровни 1.17.96 опасные для продавцов, потому что если все пойдет так, как прогнозируют покупатели, европейская валюта действительно уйдет выше отметки 1.20. Но и в то же время продавцы понимают то, что все может случиться так, как должно было произойти очень давно. Оценка рисков, связанных с крайне высоким курсом, обменным курсом евро, должна была вернуть европейскую тупость в долларах к отметке 1.15. И сегодня как раз есть для этого новостной фактор предпосылки от поступления драги. Основной вопрос, что он скажет? Будет ли он говорить в целом о перспективах экономики вибрационной, либо позволит себе даже снизойти до программы количественного смягчения процентных ставок и добавить конкретики по этим важным вопросам, то есть по стимулам нетрадиционной экономической поддержки? На что настраиваться? Трудный вопрос, но я все-таки предлагаю делать больше акцент на мягкую историку, потому что предпосылок для жесткого подтекста и жестких формулировок сейчас гораздо меньше. Почему? Потому что драги не может, скажем, недооценивать риски большего роста евро, то, как это повлияет на бизнес настроение, на состояние промышленного сектора, на баланс по торговле, на соотношение спроса и экспорта и так далее. Мы уже видели, как высокий курс евро приводит к ухудшению ряда показателей, о которых мы вот только что поговорили. Эти риски проигнорированы быть не мог, поэтому, скорее всего, Марио Драги будет говорить снова о слишком преувеличенной реакции трейдеров, которые затащили евро так высоко, что вот этот рост, он существенно опережает даже ожидание потенциальной нормализации денежно-кредитной политики. И потом, у нас протокол Европейского Центрального Банка, который мы анализировали с вами на прошлой неделе, в них тоже была отмечена озабоченность представителей Европейского Центрального Банка низкой активностью потребителей. И у нас были отчеты по инфляции, которые указали на то, что индекс потребительских цен держится не на прежних значениях, а очень сильно снизился месячным выражением. На индекс потребительских цен влияют цены на энергоносители. И мы начали этот брифинг, как и всегда, с оценки перспектив нефти. Я сделал акцент на то, что цены на ней будут снижаться, а значит, индекс потребительских цен будет также испытывать дополнительное давление. Ну и самое важное, друзья, что вы должны опомнить всегда, торгуя долгосрочной европейской валюте. Высокий курс евро приводит к снижению индекса потребительских цен. То есть, если Драги сейчас позволит себе ненужную формулировку и все-таки отпустит евро выше отметки 1.20, то фактически он сведет на нет все те усилия, которые были задействованы с 2014 года по стимулированию потребительской активности и разгону индексов потребительских цен. Но это будет крайне парадоксальная политика. Я думаю, что вопросов к ней будет больше, чем смогут представители ЦБ дать ответ. Считаю, что сегодня, как я уже отметил, в момент X действительно не только для евро, но и вообще для оценки перспектив денежно-кредитной политики еврозоны и если руководствоваться правильной логикой, сегодня мы должны получить сигнал от ЕЦБ о том, что не стоит рассчитывать на выход из экономических стимулов, потому что без них экономика еще не справится. Это потенциальные риски для евро и возможность снижения пары евро-доллар к отметке 1.15. Дальше идем. Доллар японская иена. Вчера у нас заявки на пособие по безработице 234 тысячи с 232. 129 неделя подряд, когда отчет держится ниже 300 тысяч. Самый затяжной восстановительный тренд с 70-го года. Это то, что позволило выйти уровень безработицы на минимум за последние 16 лет в 40%. Это то, что указывает на сокращение предложения за счет того, что уменьшается количество увольнений. Работодатель конкурирует за каждого работника и позволяет сейчас держаться на стабильных показателях роста заработных вклад. Поэтому, оценивая, опять же, прошлые протоколы Федеральной земной системы, вы помните, что я предложил все-таки придерживаться позиций тех представителей ФРС, которые считают то, что именно стабильный рост заработных вклад и прогресс для рынка труда будут разгонять инфляцию. Ну, не в перспективе квартала-двух, а в перспективе года чуть больше, то, что цель будет достигнута. Поэтому изначально на фоне созданных условий для этого нет причин отказываться от того, чтобы экономику постепенно загонять в более жесткие условия по монетарной политике. Таким образом сейчас это можно сделать, но хотя бы начать сокращать баланс, что крайне вероятно уже в сентябре. Вот как раз сегодня об этом может и говорить Джанет Йеллен. Также хочу отметить, друзья, то, что рынок у нас тоже начинает закладываться под потенциальный рост доллара, поскольку мы видим, как меняется доходность американских трежерис за прошлые торговые сутки. Десятилетки привавили практически два базисных пункта до 2,18%. Сегодня мы видели резкий рост доллара против йены на азиатской сессии, сейчас котировки 109,58%. Произошло это после того, как вышли данные по инфляции в Японии. И на контрасте, опять же, политик того, что в США она ужесточается, а в Японии, скорее всего, так и останется сверхмягкой, трейдеры решили поспекулировать через рост. Почему так отреагировали? Потому что инфляция снова снизилась. Ну, по крайней мере, если не снизилась, по-моему, базовое значение национальности потребительских цен осталось на крайне низком уровне 2,4% в годовом выражении. А вот что касается индекса в Токио, то также он слишком низкий, чтобы, напротив, даже я бы сказал, что слишком низкий не только для того, чтобы банк Японии по-прежнему говорил о целесообразности действия программы количественного смягчения. Они настолько низкие, что банк Японии вправе пересмотреть прогнозы по инфляции, которые также повлияют и на дальнейшую монетарную политику. То есть трейдеры изначально, после выхода этих данных, продлили автоматом действия программы количественного смягчения еще года на полтора, я думаю. Ну, точно не меньше. Соответственно, этот контраст политика, о котором я говорил, будет также выступать связующим звеном, почему доллар нужно покупать. Но эти идеи, они будут состоятельны только в том случае, если нам удастся на какое-то время отделаться от фундамента, предполагающего повышенный спрос на защиту из-за форс-мажоров. Неважно каких, начиная от роста террористической активности и заканчивая очередных, на мой взгляд, очень осторожных комментариев Трампу. Вот чего стоит только эта неделя, которая начиналась, вернем как позитивно, с достигнутого прогресса по налоговой реформе. После этого на рынке тут же появился и негатив. Этот негатив был связан с тем, что Трамп предупредил о возможности прекращения действия североамериканского альянса и соглашения по свободной торговле. Это негативный момент. И еще вы помните такие неосторожные заявления со стороны Трампа о готовности закрыть правительство для того, чтобы высвободить дополнительное финансирование для строительства стены на границе с Мексикой. На этот тоже рынок отреагировал, особенно фондовый рынок США. Сначала мы ушли в снижение, закрыли торговую сессию на отрицательной территории, а потом рынок замер, ожидая, что же скажет Джанет Ерин. Поскольку Джанет Ерин сейчас это как последняя надежда на своего рода бальзам, который может повысить настроение, позволить наступить период оттепель и, собственно, вернуть покупателей в американскую фондовую секцию и, разумеется, в долговой рынок и в расположение доллара. Это характерно не только для американской фонды, такая же выжидательная позиция для всех фондовых рынков мира. И все сегодня аналитики, трейдеры, спекулянты, это все вообще, кто интересуется экономикой, прежде всего, будут следить за тем, что же сегодня будет сказано, как на это отреагируют финансовые рынки. А, собственно, если я уже сказал про североамериканский торговый альянс, Мексика, США и Канада, ну, понимаете, что это дополнительный акцент, почему нужно покупать пару USDCAD, потому что для канадца это риски, которые маячат и которые могут быть проявлены в ближайшее время. От Трампа можно ожидать всего, чего угодно. Поэтому то, что раньше казалось не таким уж актуальным, снова обрело жизнь и снова позволяет нам говорить о том, что USDCAD реально может достигнуть до отметки 1,30. Сейчас котировки по паре 1,2511, как и раньше, призывая вас рассмотреть возможность покупки этого дуэта валютных активов. Фонд против доллара. Вчерашние данные по экономическому росту без изменений 1,7 в годовом выражении на 0,3% в квартальном выражении. Также вышел отчет еще по ручной торговле. Здесь минимальное значение за год. Минус 10 против прошлого 28. Если бы у нас сейчас, у меня была возможность, собственно, пообщаться, скажем, тета-тета в аудитории, я бы задал вопрос на основании того фундамента, который мы с вами анализируем и тех выводов, которые делали. Почему просела розница? И я уверен, что каждый из вас ответил бы, потому что растет инфляция. А инфляция, опережающая рост зарплат, делает прирост зарплат отрицательным, по сути, по номиналу. Значит, такие, скажем, выводы, они априори готовили нас к тому, что потребительская активность будет страдать. А не видя вклада для развитого рынка и развитой экономики, вклада соответствующего со стороны активности домохозяйства в экономический рост, мы можем ставить на продолжение замедлений и спада экономического восстановления. То, что сейчас в годовом проценте 1,7, это, друзья, еще не предел. Вы помните, что еще больше квартала назад я говорил, что британская экономика завершит этот год как минимум с отметкой в 1,5%, что является негативным сигналом для фунта. Плюс ко всему, стартует очередной раунд переговоров, он пройдет с 28 августа по 4 сентября, то есть старт уже в следующий понедельник. И этот раунд переговоров по борису будет чреват еще одними, скажем, а может быть даже не одними столкновениями, очевидными преградами на пути выработки солидарного решения по обсуждению ряда вопросов, которые волнуют, скажем, в политическом смысле, как представители еврогруппы, которые ставят свои интересы превыше всего, так, собственно, и представители правительства в Англии, которые считают, что интересы именно англичан должны быть в этом вопросе учтены в первоочередном порядке. В общем, вопрос очень непростой, то, что переговоры жесткие, как и раньше их характеризовали, это уже доказали первые два этапа переговоров, поэтому фунт так и не смог пробраться выше отметки 1.30. Сейчас котировки 1.28.07, 1.28 это поддержка, которая уже была подвержена тесту. При сохранении вот этого риска политического, он так и останется таковым, при поддержке со стороны роста доллара, мы реально с вами будем говорить о том, что пара фунт-доллар будет стремиться к тестированию поддержки 1.25-1.26. Нужно искать уровни для продажи, либо уже находиться в коротких позициях, что, наверное, многие из вас уже сделали. Из важных событий сегодня выступление Джанет Елен в 17.00 по московскому времени, можно сказать, что именно она начнет мощную волатильность этой торговой сессии, подтолкнет ее. Дальше у нас с переходом через данные Бейкер Хьюст по количеству линейных терминалов будем ждать выступления Дрэги, которое запланировано в 22.00 по московскому времени. До выступления Елен в 15.30 заказан товароднительного пользования по штатам. Посмотрим за этим релизом, но я думаю, что трейдеры не будут реагировать на статистику перед выступлением Джанет Елен, поэтому, скорее всего, отчет будет проигнорирован. Ждем волатильности, контролируем риски, не забываем про фундаментальный анализ, может быть, стоит руководство сейчас и техника, если вы торгуете на краткосрок. Очень надеюсь, что сегодняшняя торговая сессия позволит нам уйти на выходные с хорошим настроением, потому что, также, надеюсь и продолжаю визуализировать, как и всегда, мы должны получить поддержку для доллара. Хотя бы сейчас благодаря Джанет Елен. Если уж Трамп не помог, то ведущий экономист и банкир этого мира имеет для этого все возможности и основания. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Если есть вопросы, как и всегда, можете оставлять их на канале на Витюбе. Ну и параллельно не забывайте ставить лайки, за которые огромное спасибо всем, кто их ставит. Всего доброго, до свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.